Ассаламу алейкум, Томсо. Ты правда считаешь, что фашистская Германия была союзником чеченцев или это сплетни? Уа алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, Томсо. Почему Кадырову никогда не стыдно? Уа алейкум ассалам. Господин Томсо, скажите, пожалуйста, если таким, как вы, дать дорогу в Чечне, будет ли война? А что подразумевается под дать дорогу? Что вы имеете в виду? Если вы... Так, хочу с вами обсудить одну важную тему. Хотя нет, давайте важную тему отложим немножко на потом. Сейчас я прошу всех военачальников, которые сейчас задействованы в Украине, которые ведут боевые действия, и неважно с какой стороны, и украинских, и российских, отвечающих за тактику, стратегию боевых действий. Подходите все сейчас к экранам. Для вас будет курс по ведению боевых действий, по тактике ведения боевых действий, обороне, нападению и так далее. Лектором для вас будет Кадыров Рамзан Ахматович, человек с очень большим боевым опытом, умением руководить боевыми операциями. Смотрите внимательно. Талантливый человек. Талантливый во всем, гласит русская народная поговорка. И вот это видео, это типичное олицетворение этой поговорки. Это был короткий курс по тактике, как защитить, как прикрыть бойца, как вести правильно атаку. Подобные курсы, повышение квалификации от Рамзана Ахматовича Кадырова будут проходить регулярно. Мы будем публиковать их здесь, на моем канале. Поэтому в четверг, воскресенье, все задействованные военачальники в этой войне, приходите, смотрите, набирайтесь опыта, берите уроки Кадырова Рамзана Ахматовича. Они абсолютно бесплатные, за это ничего платить не надо. Он просто, как жест доброй воли, делится своим опытом. Точно так же, как российское командование, оно вообще любит жесты доброй воли преподносить во время войн. Они жестом доброй воли ушли из киевского направления, жестом доброй воли просто оставили остров Змеиный. И вот сейчас очередная порция жестов доброй воли, это вот эти вот бесплатные курсы ведения боевых действий, тактика, стратегия, автоматчик, прикрытие, атака, оборона. Обо всем об этом вам будет не только рассказывать, но еще и будет показывать Рамзан Ахматович Кадыров. Милости просим. Я не пойму, почему у нас в чате все смеются. Что смешного здесь было? Я показал вам серьезное видео, показал вам серьезные события. Почему вы смеетесь? Асалам алейкум, ты правда считаешь, что фашистская Германия была союзником чеченцев или это сплетни? Алейкум асалам. Ну, я нечто подобное говорил и говорю, но не в прямом смысле, что была союзником. А я говорю, что во время этой войны, когда немцы воевали с Советским Союзом, Советским Союзом, который оккупировал нашу территорию, то и являлся нашим врагом. В этой ситуации враг нашего врага является нашим другом. И поэтому для чеченцев на тот момент наступающие немцы могли бы быть союзниками. То есть, для нас, как для народа оккупированного, было выгодно, чтобы в этой войне Советский Союз потерял поражение. Это нужно понимать. Разумеется, чеченцы понятия на тот момент не имели, что это за страна, что они там творят, что у них за концлагеря и так далее. Мы этого знать не могли. Но зато мы прекрасно знали, что творит эта страна, Советский Союз. Какие здесь концлагеря, как они нас на протяжении уже нескольких столетий уничтожают, как наших отцов, наших матерей всех там отправляют в ГУЛАГи. Это все мы знали, это мы видели, это для нас больно, понимаете? Как для... Я понимаю, допустим, для еврейского народа это будет звучать очень странно, потому что для еврейского народа безусловным злом являлся Третий Рейх. Потому что они были в таком же положении в Рейхе, как мы были в Советском Союзе. Понимаете? Для них они были врагами, для нас же Советский Союз были врагами. Евреев освободил, получается, Советский Союз, когда победил немца. Вот точно так же нас, получается, освободили бы немцы, если бы они победили Советский Союз, понимаете? Мы, конечно, не знаем, что было бы. История не терпится слагательств. Поэтому, может быть, не стал бы там никто освобождать. Может быть, это была бы оккупация просто другими. Мы этого не знаем. Но факт остается фактом, что враг моего врага является моим другом. Поэтому, да, это я говорю. Это просто рациональное размышление. Это не значит, что Третий Рейх хороший. Это не значит, что Гитлер хороший. Это тем более не значит, что преступления, которые они совершали, они как-то оправдываются. Ни в коем случае. Это были две империи зла, которые схлестнулись. И для нас большим злом среди этих двух зол был Советский Союз. Он для нас большее зло. Потому что мы страдали от него. От немцев мы от них не пострадали. Поэтому для нас они не были таким злом. И даже сегодня, переоценивая все то, что было, я говорю, смотря обратно, что для нас Советский Союз является большим злом. Для евреев, других народов, которых преследовали в Третьем Рейхе, для них, безусловно, Третий Рейх является большим злом. Но это для них. А для нас Советский Союз. И мы не имеем к ним претензий. И они не должны иметь к нам претензий. То есть, они не должны иметь к нам претензий. из-за того, что мы считаем Советский Союз большим злом, понимаете? Также и мы не имеем к ним претензий от того, что они считают Третий Рейх большим злом. Саламу алейкум, Тумсо, почему Кадырову никогда не стыдно? У него, по-моему, у него этого чувства вообще нет атрофированного, но у него... Вообще, патологические такие лжецы, у них не бывает чувства стыда. Мне никогда не стыдятся. Господин Тумсо, скажите, пожалуйста, если таким, как вы, дать дорогу в Чечне, будет ли война? А что подразумевается под дать дорогу? Что вы имеете в виду? Если вывести войска и вернуться к договору, к минному договору 1997 года, в этом случае и дать дорогу таким, как я, что вы имеете в виду? Такие, как я, пришли к власти в свободном государстве. И будет ли война? Нет. Вообще сделаем все возможное, чтобы никогда этой войны не было. Вы думаете, мы мазохисты, что ли, какие-то? Мы кайфуем, что ли, от того, что нас убивают? Мы абсолютно нормальные, адекватные люди. Мы не хотим умирать, мы хотим жить, мы хотим развиваться, процветать. Нам неинтересна война, это оккупация, нам это все неинтересно. Но вот что вы имеете в виду поддать дорогу? Если вы имеете в виду поставить наместникам, нет, я пас, давайте не надо. Флаг Чеченской Республики скопирован с флага Татарстана. Власть не могла придумать другой флаг. Он имеет в виду Кадыровский, Кадыровской Чечни флаг. Честно говоря, не знаю, он реально прям как будто скопирован. Причем они, флаг Беларуси, флаг Татарстана и флаг Кадыровской Чечни, они реально очень похожи на друга. Я не знаю, как так получилось. Они подсматривали друг друга или у них там один дизайнер это им делал, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok